МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас на телеканале МПАК. Снова мы встречаемся на программе «Влияние». Спасибо, что вы с нами, остаетесь с нами. На протяжении последнего месяца мы проходим тему эсхатологии. Приветствую пастора Петра Ивановича. Приветствую вас и всех зрителей. Снова welcome back. Мы вчера вечером расстались, снова сегодня утром вместе с вами. В зависимости, где вы смотрите эту программу, если в повторе, если вы пропустили пять наших предыдущих программ, вы потеряли очень много, но потеряли не все, дорогие мои. У вас есть возможность или на YouTube выйти, на YouTube наш канал, YouTube-овский канал, Impact on Web, или на нашем сайте impacttv.tv. Там в архиве есть все наши предыдущие программы с пастором Пётром. Старший пастор церкви Сион. Пётр Иванович, мы сразу к делу. Вчера мы остановились на Тысячелетнем Царстве. Мы чуть прошли, что является собой Тысячелетнее Царство, чем оно было ознаменовано, какие события происходили внутри Царства и всё, что связано с этим. А сегодня мы поговорим, частично тронем вопрос, что происходило после того, как эта труба Седьмого Ангела была, когда Царство написано, «Мира садилась Царством Господа нашего Иисуса Христа». Написано, «24 старца, сидящие пред Богом, на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу». В предыдущих программах мы, кстати, чуть трогали тему, почему, что олицетворяют собой старцы, что олицетворяют собой в 4-й, по-моему, главе Откровения животные. Написано, «Пред сидящим на престоле находились 4 животных, лица, там, по-моему, написано, лица одного, как лицо человеческое, второе, как тельца, третье, как летящего орва и льва, по-моему, четверо, если память меня не проводит». И написано, что 24 старца сидят на престолах своих пред основным престолом. Что это такое? Ну, первое, скажу, престол, само слово, конечно, вызывает нашего сразу внимания, как центр. Это значит положение, это авторитет, это власть. То есть они все, при всем, что им доверено, имеющим как свои позиции, они тоже предстоят пред тем, который выше всех властей. Это есть Божья власть, божественная. И в Новом Завете говорится 40 раз слово «престол». Только во второй главе книги Откровения, в восьмой и в девятой, не говорится это слово. В остальной, в каждой главе слово «престол» упоминается. И так в Новом Завете 40 раз об этом говорится. 24, они, как вы сказали, в четвертой главе Откровения, да, здесь описывает о них, значит, они 24 этих находятся на каждом, на каждом на своем престоле. На своем. Значит, каждый имел что-то уверенное, что-то за ним сзади было. И так, что же за ними? И почему 24, не 23, не 25? И еще, почему старца? Вот меня интересует вопрос, мы будем молодыми, почему именно старца? Продолжайте. Значит, 24, если заглянуть в Ветхий Завет, в первую книгу Парли Паминон, 24-25 глава, то там описывает, что потомство, поколение, так сказать, родство Авраама, оно было разделено на 24 таких группы, на 24 таких класса, и выполняли то служение. Но в данном случае также имеется в виду, что та же забота о славе Божьей, об устроительстве в Скинии, то 24, каждый имеет свое положение, что они свою позицию, и представляют 12 из них, как представители Ветхозаветного времени, как 12 колен израилевых, и 12, как представители уже нового поколения, нового времени, нового завета, 12 апостолов. То есть это охватывает всех верующих, всех, которые принадлежат Богу. И как старцы, упоминаю, что значит, все из всех времен. Если взять и сказать бы, что молодые стоят, они энергичные, они бы красивее, может быть, стойка их не была. Мы бы расправили плечи сразу. Плечи стоят действительно воин. Ну, а тогда дети задние бы остались. А так это охватывает все периоды времени. Потому, когда говорится о старце, значит, с самого начала, не упущено, с первых дней, и до этого времени, ничего не упущено, и все, которые достойны, все, которые являются детьми Божьими, они все входят в этот состав. Когда нас смотрят сегодня молодые, резвые такие, рьяные, ревностные братья, хочется так и сказать, чтобы свой пыл чуть-чуть в смирении приубавили, потому что старцы есть. Старцы есть, были и будут. Вы знаете, в молодости мы, меня это крылом не задело, но каждый из нас в своей молодости, мы смотрели на старших и думали, вот я вот, как-то Господь меня сохранил от этих поползновений в сторону, но, к сожалению, их стыду есть. Конечно. Поэтому старцы есть. Послушайте, молодежь, старцы есть в Писании. Почему Бог так оперирует числами, так уникально оперирует, 12, 24, 4, 7 и прочее? Ну, если так посмотреть, давайте нам, или хоть и Старый Завет, или хоть Новый Завет, то есть это говорит, что каждая народность не упущена. Она не есть где-то в стороне и не во внимании Бога. Как поколение, 12 колен Израилевых, то есть каждое колено. И это имеется в виду и из тех, которые принадлежат Богу. Речь не идет о других, которые Ему не принадлежат, но те, которые Ему принадлежат, все эти колена, то все они являются пред Богом, все имеют доступ, имеют право, и даже это делают, потому что они Ему принадлежат. Так само и в Новом Завете тоже. Каждый, как представитель, каждый апостол, представитель какого-то этого семейства родства. И даже мы читаем, по-моему, в 21 главе, стена города имеет 12 оснований, а на них имена 12 апостолов Агнса. То есть Бог любит числа. Очень интересно. Но это говорит именно 12, что охватывает весь состав христиан, которые принадлежат Богу. Продолжайте. И тех времен, и старого времени, и нового времени. Но хочу также сказать, что число 24, оно, конечно, символизирует всех искупленных, которые приняли. Это не значит, что если по паспорту, скажем, принадлежит человек тому родству, то он тоже уже в этом составе. Нет. Именно искупленных, то есть тех, которые признали кровь Христа, тех, которые приняли и служат, и являются в этом составе. И задача этих старцев, этих всех священников, она состояла в том, чтобы людей и подводить. Каждый, он как на престоле, значит, за ним есть люди, представители, то есть он их подводит. Они все стоят пред престолом, самым главным. Мы о том потом будем говорить, тоже престоле. Он уже как всеобщий престол, престол суда. Но в данном случае, пока они подводят, то есть каждое поколение, все славят Бога. Сегодня мы, христиане, мы же тоже призваны. Бог нас тоже называет. Говорит, вы царь и священники. Приняли Бога, значит, мы приняли этот статус. И потому сегодня задается вопрос, а как насчет моего священства? Как насчет его или того священства? Мы должны быть этими священниками в глазах своих соседей, в глазах своего родства, семейства. Мы должны быть тем священником, который должен подводить людей тоже к поклонению пред Господом, пред этим престолом, самым высшим над всеми престолами, кто бы что ни занимал. Но мы есть те священники тоже, которые должны подводить. То есть как продолжать. На сегодняшний момент, находясь в периоде благодати, последние две тысячи лет, после того, как Христос принес учение нового завета, мы находимся перед престолом милости. Престол, приступая к престолу, приступая к нему, написано и благо человеку сегодня, что мы имеем еще возможность, пока дыхание в нашей груди, тоже подходить к престолу, но не к престолу суда, как вы говорили, к престолу милости, к престолу благодати. Вот какая возможность у каждого из живущих людей на сегодняшний день, еще получить шанс, обращаясь к Богу, подходя, как мы говорим, образно выражаемся. Это чисто образы. К престолу милости мы можем получить помощь, поддержку, прощение грехов, искупление, освобождение и все, что с этим связано. Мы должны участвовать в этом. Мы должны участвовать, что призыв такой дает Бог и через апостола Петра. В первом послании Петра он говорит во второй главе, пятый стих, девятый стих, говорит, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. То есть мы в категории этого священства святого, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Отсюда мысль. Да, люди, некоторые подходят и нравятся, о, прийти к престолу, да, принести, а угодно ли Богу та жертва. А тут говорит, вот это матрифки, благоприятные Богу эти жертвы. То есть, принося жертву, мы должны думать, а она приятна Богу. То, что я делаю, это приятно Богу. Ходить в церковь, это хорошо, но надо ходить так, чтобы было приятно Богу. Молиться Богу, это надо, хорошо, но надо молиться так, как это приятно Богу. И все эти пункты, да, мы должны делать так, чтобы все это было приятно Богу. То есть 24 старца – это не просто какие-то образы непонятные или какие-то символы, это реальные личности? Вы так понимаете? Ну да, это как представители таких народностей. И это показывает, что ни одна из них не упущена. Каждая народность, она охвачена. И почему, говорит старцы, то есть всех людей полностью передает как по наследству всем. И сегодня это дошло до нас, до нашего тоже времени. То есть, другим словом, мы имеем прапрапрадедушку старца, который вошел, стал он первый, а я за ним, как эстафета, я за ним должен это делать. И говорит дальше в этом же отрывке через апостола Петра, Бог говорит такие слова, но вы род избранный, царственное священство. Видите, продолжатели этого царственного священства, народ святой, люди взятые у дел. Кто нас взял? Бог, Дух Святой. И это не просто обошлось. И для чего? Дабы возвещать священство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы должны эту эстафету дальше передавать, призывать и других туда подходить. И вот так каждый должен выполнять эту роль. Вот то, что они падают ниц, сидящим на престоле. И там и они поют, и они прославляют, они поклоняются день и ночь. Не потрясающе ли это? День и ночь, в веки веков. Да. День и ночь, почему говорит так? То есть мы должны понимать, что не должно быть пробела. День и ночь, значит, охватывает все 24 часа. Никак не позволить себе ни одного дня, ни одного часа. Ну, скажу так, что правильно поняли. Женатый, имеешь жену. И хотелось бы тебе иметь жену, но не именно вам, но любому я говорю. 364 дня она верная тебе. Ну, один день, позволь мне, я пойду и буду гулять с кем хочу и как хочу. Так ни один мужчина не согласится. Та же самая и Бог. То есть это говорит о том, мы должны быть верны Богу каждый день, каждый час, каждую минуту. Ходить пред Ним в смирении, поклоняясь, хваля, славя Его. И даже если позиция, положение мое, скажем, какое-то время, что ты не в церкви, ты где-то дома или ты на работе, но твой дух внутренний, ты всегда ходишь в смирении пред Богом. То есть ты привязан к семье. Где бы ты ни был, ты привязан. Где бы ты ни был. Я знаю, что у меня есть дома. Но ты священник, ты представитель, ты ведешь, ты правофланговый, так сказать, таким словом. И все на тебя ориентируются, твое поколение дальше. И потом вопрос сегодня к каждому. Ты являешься этим священником? И все зрители, которые нас видят, являешься ли ты этим священником? Ничего так не сильно, как родственные узы. Да. Узы. Настолько они крепки. Конечно. Почему написано, что Бог сочетал человек, да не разлучай. То есть это уже на веки соединение. Так, животные. Четыре животные, имеющие вид лица орла, потом тельца. И там, по-моему, еще что-то. Да. Четыре животных. Это записано тоже в четвертой главе книги Откровения, шестого стиха. И вот первое животное было подобно льву. То есть что оно представляет? Давайте так пока остановимся. Ну, четыре животных. Зачем в Откровении животные? Когда речь идет о людях, о спасении, так сказать, рода человеческого. Причем тут животные и первые подобные даже льву. Неужели ему принадлежит царство льву и тигру? Речь не в этом. Но это когда охватывается и говорится об этих зверях, лев и телец, и образ человека, и птицы. То есть все живущее, через Давида тоже говорит, все живущее дохвалит Господа. То есть лев является как представитель всех зверей. Он как царь, как король зверей, он представитель. То есть даже и через это возносится хвала Богу, поклонение Богу. Они что не умеют строить служение, как мы строим, но то есть все живущее, оно в своей форме поклоняется Богу. Не оттуда ли, не оттуда ли, так задам вопрос, то, что берут для страны, многие страны берут как знамя, или как, как это называется, помогите мне, то, что олицетворяет страну. То есть, то ли орел, то ли лев, то ли телец, то есть Америка, она олицетворяет, то есть Орел, так скажу, Орел олицетворяет Америку на всех, везде. Например, Россию олицетворяет медведь и прочее. То есть, не оттуда ли взято вот эти символы, которые применяют сегодня страны для того, чтобы вот показать. Все знают, все знают символ Америки, кто не знает символ Америки? Мы скажем, в сравнительной форме. Да, да, да. Это сравнительная форма, да, что крылья лева, значит, это способность летать выше всех. Орла, орла. Крылья орла. Способность летать выше всех, скорость полета, быстро. Америка имеет эту, так сказать, способность. Они оттуда ли это взято? Привязываются, да, да. Конечно, это же привязка такая, да. Россия, как медведь, значит, мощный, не настолько уклюжий, не настолько еще, так сказать, такие возможности, но в то же время сила есть большая. Ну, и так это в сравнительной форме. Но в данном случае вот эти животные, они представляют как задачу, ту цель, что даже дикие животные, они Бог принимает и через растительные животные, через все, через этот мир славы. Я вспоминаю в данный момент одно из моих высказаний во время проповеди. Я говорил так. Посмотрите, над вами летают птички, которые не умеют разговаривать, не умеют читать, не умеют так оценить то, что мы можем оценить, но они поют. Каждая в своем, так сказать, в своей способности они поют. И Бог принимает ту славу, то если та птица, которая не имеет своего дома, не имеет машины, не имеет таких условий, живет, спит, где попало, как там попало, какое-то гнездышко там свило, и она поет, она ликует. И Бог принимает, если Бог говорит перед нами вот это, что весь животный мир и все тоже хвалит его, все дышащие, они же дышат, значит, они уходят в эту категорию, через которых Бог принимает эту хвалу. То тем более, насколько мы живые люди, это для нас вызов, когда мы вот это читаем и, может быть, не придавали значения, это вызов. То животное, та птичка, и Бог принимает то, насколько я должен больше понимать и хвалить Бога. И дальше снова вопрос, как насчет моего положения? Действительно ли я ценю так милости Божьей и хвалю Господа? То есть, вот это первое животное, которое, как в образе льва, представитель диких животных. Второе животное здесь подобно тельцу. То есть, как представляет животных домашних, что и через них тоже возносится то дыхание, через которое Бог принимает тоже хвалу. Без того, что они не могут петь, как хоровое, музыкальное группа пения, как есть, но они то же самое являются, символизируют красоту и силу Бога. Вот именно, что в этом говорит. Они представляют эту красоту и силу Бога. А затем лево, а затем крылья Орла. Да, и крылья Орла то же самое. То есть, это как представители птиц всех. Символизируют представители птиц. Скажите, пожалуйста, я забегаю наперед. Когда получила жена два крылья Орла, два крыла и улетела в пустыню. Оно как-то связано с тем, что аллегория проводится между крыльями. В Старом Завете, по-моему, когда Господь вывел народ израильский из Египта, говорит, я как на орлиных крыльях вывел вас. То есть, есть ли какая-то взаимосвязь? В Откровении 12 глава, 6 стих, можем прочитать. Говорит, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Да, и выше то писается. Вот это, что вы говорите, все, значит, о жене в 12 главе. Да, на эти два крыла. Да, люди предполагают, пытаются уточнить, что же как понять. Некоторые утверждают, что два крыла, значит, Старый Завет и Новый Завет. Я категорически с этим не соглашаюсь, потому что, когда Иоанн получил это Откровение о том, как жена это пережила и что с ней происходило, тогда Нового Завета еще не было. То она не могла лететь с одним крылом Ветхого Завета, только взять, так сказать, эту сторону. А Новый уже появился после того, когда Христос пострадал на Голгофе. Значит, это о чем-то другом говорит. О чем она же говорит тогда, в то время, когда этот процесс проходил, что Бог свою жену защитил. Да, еще скажу и так. Некоторые предполагают, что жена – это церковь. Нет, жена – это не церковь. Жена – церковь не родила Христа. Христос создал церковь, а церковь его не рождала, потому церковь не является женой. Но младенец мужского пола – это Мессия, это Христос. Так, это Христос. Это Христос. Вот потому и речь идет об этом. Церковь его не рождала, значит, жена не подходит к такое предписание к церкви. То есть, это есть то, через что он родился. А через что? Через израильский народ. То есть, это есть Израиль. И если Израиль тогда выходил, то вот эти два крыла, что же это было дано? Давайте вспомним, как они выходили и шли по пустыне. Что было там явно? Когда они столкнулись с проблемой в пустыне, ни ресторана, ни столовой, ни Старбакса никакого, ничего. А кушать-то хочется, а что же кушать? И сколько они могли взять с собой дорогу? Ну, прошел день, ну, неделя. И закончилось. А что же дальше? Бог чудесным образом посылает им заботиться. Посылает им свою помощь. Посылает им силу. Посылает свою защиту. То вот эти два крыла символизируют силу Божью. Потому что, когда они подошли к воде, то же самое, ну, к примеру, подошли, там впереди вода, а сзади войска настигают. Что же делать? Они же не имели силы для того, чтобы того врага, так сказать, преодолеть. То, что такая армия вооруженная, они, то есть, чем против того? Или пароходство создать. Да, это было как слон против мось. То есть, моська против слона, против такой армии. Но в то же время, смотрите, победа на их стороне. А впереди вода. У них недостаточно их силы было, но там была сила Божья. То есть, одно крыло – это сила от Бога, которая раздвинула воду, то есть, открыла дорогу для них, и они перешли. А второе – то есть, помощь от Бога. Сила от Бога для того, чтобы решать вопросы. И помощь от Бога – поддержка во всем. В чем они нуждались? Нужна была пища. Что надо было? Бог им помогал, не оставлял. То есть, помощь и сила от Бога – это были те два крыла, которые способствовали жене тогда убегать, уходить, скрываться. Петр Иванович с нами, пасечник, вы в прямом эфире, и наша беседа вращается относительно вокруг книги «Откровения». Мы говорим сегодня одиннадцатая, двенадцатая, четвертая глава, и все, что связано с эсхатологией. Прежде чем вы продолжите относительно жены и младенца, я возвращусь к животным, имеющим там, по-моему, по шесть крыльев, которые падают. Скажите, вы понимаете, что все-таки животным не было места пред престолом? Это чисто аллегория все-таки? Или это что-то реальное, мы понимаем? Как вы понимаете эти вещи? Я-то понимаю в духовном таком значении, смысле. Рисуя мысль на эту картину. Главный престол Божий. Дальше написано, эти престолы, когда мы эту главу читаем внимательно, остальные стоят, эти старцы престолы. Там же стеклянное море. Да, да, стеклянное море, да, престол стеклянное. А потом дальше еще вот эти животные то же самое. Так же, говорит, еще дальше. Это вы какую главу берете? Откровение четвертая глава. И вот так как окружение и стоят вот эти все, да, то это символизирует обустройстве в скине служения. Это говорится символически. По самом деле, там же не будут ходить в Царстве Небесном, там не будет львов, там не будет их зверей. Там написано, а вне псы. Да. Там написано, псов там тоже не будет. Не будет. Эти с собачками ходят, хоронят их. Вы знаете, до чего Америка дошла? Уже погребают священники в епископальных церквах. Ага. Погребают священники, окропляют священной водой и отправляют в Царство дух собаки умершей. То есть, помешанной, помешанной к стыду. Да. Отправляют в Царство бога. Там не будет и натурально таких, и символически. Там написано, а вне псы, чародеи, любодеи, прелюбодеи. Там их не будет, да. Знаете, вот такой момент, когда я вспомнил одно сравнение, когда пришли корреспонденты тоже к пастуху на поле и спрашивают. Говорят, ну вам не страшно на поле? Да нет, я привык уже. А волки к вам сюда приходят? Он говорит, вы знаете, иногда приходят, но на двух ногах только. Там не будет зверей даже на двух ногах. Поэтому мы можем поставить точку по 4 главе и по 12 главе относительно того, что будут ли там звери или нет. То есть, это чисто аллегория. Да, это просто слава. Это отражается слава Божья, могущество Его, величие Его. Да, что все им создано, весь мир созданный им, все оно возносит ему холодно. Возвращаемся в 12 главу. Итак, пустыня. Пустыня. Прежде чем вы, у нас добрых еще 30 минут есть, прежде чем вы продолжите мысль, что имело место в моей практике, в моей практической жизни в Сиатле одно время. Обратилась ко мне женщина лет около 35. Это было в 2000-х годах. Я работал тогда, в то время, такая организация есть в Америке, World Relief. То есть, ну, как работал, числятся, по крайней мере, там. Хотя не служение там по церковным делам, но они числили меня своим штатным работником. Что было благословением для меня, для семьи. Итак, и эта женщина, имевшая на то время двое маленьких детей, пришла ко мне в офис со слезами на глазах. А слезы, как мы говорим, текли рекой с ее глаз. А я не мог успокоить ее, пару минут дал ей воды попить. Я говорю, что произошло, что привело вас? Говорит, Юра, помогите мне. Я говорю, что такое? Говорит, шесть месяцев назад, на то время это было. Говорит, моя теща, или как это, теща это, говорят, теща это у кого? Это у мужчин, да? А когда говорит о матере своего мужа, это кто? Не сноха? Сноха, наверное, да? Говорит, моя сноха с моим сыном в Аравийскую пустыню улетели. Я говорю, как это произошло? Ну, говорит, она получила откровение. Мы приехали в Америку, все нормально было. Но муж однажды подошел ко мне и говорит, я со своей мамой, мы улетаем в Аравийскую пустыню. Будет выход церкви в Аравийскую пустыню. Я, говорит, начала плакать. Мы начали с братьями, призвала пастырей. Настолько, говорит, твердыни уже были сформированы у моего мужа и у его мамы. А мама была во пророчествующих, к сожалению. Она получила откровение. Конкретно это выход церкви. Это выход церкви с Америки. И выход начался в Аравийскую пустыню. Я так заинтересовался. Ну, выезжали в Мексику, не в Мексику, на Аляску. Помните, было такое движение на Аляску? Движение в Саус-Дакота было, в разных. Но насчет Аравийской пустыни, это было какое-то начало, некое. Я говорю, и что же с тех пор? Она говорит, это было полгода назад. Разумные люди говорили ему, у тебя нет грин-карты. На всякий случай, грин-карту, оформь грин-карту. Мало ли чего. Мама на то время имела грин-карту. Но мама ему сказала, а мужчина было 35 или 39 лет, то есть уже около 40. Двое маленьких детей решили все оставить. И мать его оформила грин-карту. Он без грин-карты говорит, мы возвращаться не будем. Вся церковь с Америки двинет туда. Кто не послушает голоса Божьего, тот погибнет. Говорит, прилетели они в Саудовскую Аравию. Это она мне все рассказывает. Слезы вытирает за глаз. Прилетели они вдвоем в Саудовскую Аравию. Мать ему сказала, что нас будут встречать. Нас там это все. У нас там уже все места есть, дабы укрыться в пустыне. От Антихриста. Их там никто не встречал. Мать на самолет. Сразу отправили обратно в Америку. Муж ее стал бомжом. Он прожил около месяца прям в аэропорту. В Дубае. Его там держали. Потом его полицейские выгнали. Потому что он был лицом без гражданства, без гринкарта. Без ничего. С Украины они прилетели. И выгнали его. И он ночует под мостами. Уже несколько месяцев он ночует под мостами. Удалось ему два раза позвонить в Америку. Выручайте. Плачет в трубочку. Я совершил грубую ошибку. Говорит. Ну, мама возвратилась. Мама, все нормально. А, говорит. Как возвратить? Юра, как возвратить мужа? С нашей стороны мы писали письма на сенатора штата, потом на госдепартамент. То есть я помогал это все оформлять, чтобы все-таки уговорить Америку, убедить Америку, что это была ошибка. Американцы были непреклонны. Закон Медяны Персов, так сказать, гласит о том, что как только ты уехал без права на въезд, без соответствующего документа, что есть или американский паспорт или гринкарта, тебя легально в Америку не возьмут. Полгода он мучился под мостами. Превратился в бомжа. Где-то там кушал, где-то на помойках, она говорит. И затем все-таки его отправили рейсом, грузовым, коммерческим рейсом, как его в багажное отделение, какой-то самолет перевозил грузы, поместили и отправили на Украину. То есть почему я сделал такую водную относительно этой пустыни? С тех пор ушло много воды. Так все-таки будет выход в Аравийскую пустыню или не будет выход в церкви? Вам слова. Вот такие ситуации, обстановки заставляют понимать, что произошло, это результат того, недостаточная ясность будущего, что же будет. Я задам тут же как вопрос на вопрос. Вы задали мне вопрос. И как интеллигентные люди отвечают вопросом на вопрос. Как вы думаете, Бог заинтересован в спасении моей плоти, это вот так сказать мясо, или Бог заинтересован в спасении моей души? Конечно, души. Души, не плоти. Конечно. Тогда вот это перед нами уже ответ. Бог не будет гонять эту плоть из одного участка материка на другой, в пустыню Аравийскую, или другую, или пятую, для того, чтобы мою плоть где-то там от кого-то спасать. Бог заинтересован в спасении наших душ. И для того, чтобы спасать нашу душу, надо тут правильно понимать, какую пустыню, что символизирует эта пустыня в Писании. Когда речь говорится об этом, когда мы читаем, что жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. Приготовлено это место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Это откровение 12 глава 6 стих. То есть, место, о котором идет речь, об этой жене, жена – это, значит, призваны те народы, которые принадлежат Богу, израильский народ. То есть, пришло это избавление для этого состава. Пришло такое место, где нет никакой угрозы уже в пустыне. Пустыня – это символ того, что ничего уже не угрожает, нет той опасности. Там только забота Божья. Это все было дано от Бога. То есть, безопасное место от тех страданий. Там страдания, а они защищены. Место это от Бога предусмотрено. Но это не имеется в виду буквально в смысле слова. По карте искать пустыню, аравийскую, другую или пятую, и туда убегать. Это напрасные бега. Скажите, откуда это пришло? Откуда отсюда взято? Оно пришло как результат кто-то 30 или 50, я помню, или может 70 лет назад, может вы лучше знаете, получил откровение якобы, что это будет где-то там в пустыне, исходя из 12 главы. Или откуда это пришло? Это, конечно, корень всему, я так понимаю, что это от того, когда из пророков, которым Бог не повелевал, которым Бог говорит, я им не говорил, я не давал, они говорят мечты сердца своего. А другие люди, слушая это или читая, как одним глазом читают это, смотрят. То есть не увидели двумя глазами, что это не от Бога это слово. Нужно все это контролировать. Сегодня очень много, и так Христос сказал, что восстанут, пришли многие лжепороки. Надо в этом вопросе быть очень осторожными, внимательными. Потому что больше есть слова, которые не от Бога вокруг нас сегодня в этом мире, чем то, которое говорит Бог. И тут надо различать, надо слышать, который голос является действительно Божьим. Надо быть подобно Ивану. Иван узнал, кто это говорит, он узнал, что это Бог говорит. Сегодня важно нам тоже быть внимательным голосом и различать голос Божий. А так не распознали, что это Бог, а это же не Бог говорил. И все, и потом попали в такую ситуацию. В искушение, конкретно в искушение. Да, в искушение. Слепой ведет слепого уже. Неужели Бог, неужели любящий Господь допустит такое, если это, говорят, от Господа пришло, допустит такое, чтобы разрушить семью, осиротить детей? Нет. Потом это же, я с этой, помню, возвращаясь, почему эта картина всплыла в моей памяти, потому что мы где-то работали с ней месяца три. Я же видел ее ежедневно, каждую неделю плачущую, горько плачущую. То есть явно, это не от Господа, явно Господь не заинтересован видеть в депрессивном, ужасном состоянии свое дитё. Бог не хочет видеть, да, умирающую маму. Конечно. И дети возле неё стоят, которым нужна помощь материнская. Бог не хочет видеть детей-сирот. Бог так не делает. Это неразумное устройство. Продолжайте. Да. Бог всегда заботился и заботится о своем народе, как он тут же заботился, мы читаем, за эту жену. Она убежала, тут это место было приготовлено. Когда же дракон увидел, что он в таком положении, неизвержен был на землю, он начал преследовать жену. Это же дьявол, это же сатанат. Да, он начал ее преследовать. То есть начались гонения. И сегодня это преследование есть. И вот из страха люди, по-видимому, когда вот ощущают какое-то преследование, приходит какой-то страх. И потому уже, конечно, как свойственно, куда бы сбежать, куда уйти. Но мы всегда должны помнить, если мы будем с Богом, если мы даже не убежим, скажем, в эту пустыню Аравийскую, или в Молдавию, или в Украину, или в Америку. Я сюда лично уехал, не за то, что убежал, потому что там какое-то что-то было преследование. Нет, я совсем иначе сюда приехал. И не собирался, два раза даже не был на собеседование, не пошел, документы приходили, я не пошел. То есть мое здесь присутствие, это не побег от того. Потому что я всегда так проповедовал, так понимаю. Если мы с Богом, где бы мы ни были, нас оно не коснется. Вспомним, давайте, даже Даниила. Зная, что указ подписан, ну не молись, закрой окно, или закрой окно тогда молись, чтобы никто не слышал. Он смело, свободно открыл окно, молится дальше. И когда уже оказался даже в той среде между теми львами, а ни один не царапнул его. Или те юноши оказались уже в пламени огня вокруг, оно их не коснулось. Даже волосы на голове не обговорили. Не обговорили, это говорит о том, в любой ситуации, если мы будем с Богом, избавление, сила Божья будет проявлена, как была проявлена к этой жене, к израильскому народу. Была проявлена для того, чтобы их защищать, для того, чтобы помогать. Так и нам. Хотя, 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 хотя Писание рекомендует убегать. Писание рекомендует убегать в башню. Имя Господа крепкая башня, убегающая туда безопасно. Вот место, вот где убегающие. Не в пустыню убегать. Вот, вот это да, правильно. Вот это место защиты, да. Так что это будет правильно разумно всегда во всем доверяться Богу, быть под его водительством. Если под его водительством, то тогда он и ведет нас в это место укрытия. И тогда ведет нас в эту пустыню. Потому что эта тема, она во языцах. Тема относительно вывода, вывода церкви, Христовой церкви последних дней, она во языцах и она периодически всплывает. Один пастор позвонил мне уже год, полтора, наверное, прошло. Ты слышал, там было откровение, вот это оно, слушай, это, наверное, оно. Я говорю, давай, слушай, мы в возрасте практически одни с ним. Я говорю, слушай, ты пока остынь, потому что это оно, что ты говоришь, уже было неоднократно. Это уже, говорит, оно. Конечно, конечно. Оно всплывает, вот эта тема всплывает. Выход или не выход, выход уведет, не уведет Господь. Но хотя, вот, Петр Иванович, вы, я знаю, вы как служитель и пастырь новозаветного служения, вы признаете служение пророков, пророчествующих, ну или пророков, это чуть-чуть разница есть, но тем не менее, вы признаете, что есть таковое, да, что Господь говорит. Последнее время, говорит ли Господь относительно вот вывода или невывода? Или как-то оно поутихло уже? Когда звучит слово об избавлении, о спасении, я принимаю, что это от Бога. И мы это контролируем у себя в церкви. Но если что-то о таких вот хождениях, бегах, это не есть водительство Божье, я это не признаюсь за водительство. И вот я такому пророку предлагаю взять пост для освящения. Ну, у нас такого не было, чтобы такого было, что да, выходите, такого не было. Но если даже бестолгнулся, конечно, в любом случае, в любых ошибках, то я всегда говорю, нужен пост, освящение, очищение. Никогда не должно быть того, что не является от Бога. Потому что это от себя чин, оно не называется. Да, Иоанн Апостол 2 глава говорит, и они это делали, как Дух давал. То есть ударение на том, если Дух дает, пожалуйста, если Он не дает, то ты не давай свое, не делай заменительным, не делай себя таким святым, таким сильным, что вот, мол, это Бог говорит, за это еще и придется гореть в огне. Написано даже, Апостол Павел говорит, Дух же ясно, говорит, что последний, и там перечисляют. Вот, если Дух ясно говорит, как-то мы в эфире с кем-то беседовали, по-моему, с Нелли Мертес, о том, что Дух не говорит как-то вот так вот, а говорит ясно. Вот одна из признаков того, говорит ли это Господь, если Дух говорит ясно, что будет вот в последнее время. То есть не загадка, как Бог говорит, а понятно. И это мы видим, люди будут, то-то-то-то-то и перечисления. Ну вот даже в том случае, вот в этом, когда вспоминаете, тоже говорит о том, что дракон, он преследует жену, и дракон посылает за женой поток воды. Вот в этой мысли, что значит, что он посылает за женой поток воды? Вода – это учение, это слово. Он посылает свое. Когда Бог говорит, он посылает свое слово. То есть то, которое бы увело людей, завело в заблуждение, чтобы не различили, не распознали. Вот тем потоком своего учения, своего слова, ложного такого, вводящего в заблуждение, и он так и уводит. И потому люди попадают в беду. Поэтому надо быть осторожными, когда мы эту воду черпаем. То же пророчество, что вы говорите, Ильдрое. Надо быть осторожным. Какую воду я черпнул оттуда? Это не дракон или подставлена эта вода? Не в тот поток я попал. Цель воды, которую он посылает. В воде можно утонуть, захлебнуться, или, если она не чистая, можно отравиться. Его такое намерение, такое стремление. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольшавший всю силу, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Это, как вы понимаете, вот этот момент, это уже не то, что он вырван из контекста уже самой последней главы, после Армагеддона, или это с тем событием связано? Ну, это говорит, и все, что происходило тогда еще, с первоначального периода времени, оно открывает и последнюю ступень. Оно будет в параллели так происходить. Поэтому для нас это как урок, что как-то, да, он действовал, что произошло, да, был несвергнут, и действовал так же само, и будет и во втором, таком, уже, так сказать, моменте времени, во время великой скорби, и дальше он будет так действовать, проявлять эту силу. Ну, скажем, вот как во времена потопа. Вода что делала? Она же догоняла одно за другим, люди убегали, хотели спастись, но в то же время погибли, потонули многие. Остались только те, которые вошли в ковчег, только те, которые действительно прислушались к тому, что терпели насмешки, позор, унижения всякие, несогласия с ними, но они остались под тем послушанием, такими они вошли и спаслись. Точно так же и сегодня. То есть оно в параллели переходит для нас. Это как урок. Урок его характеристики, его действия. Если мы, как люди, смотрим на то прошлое, на характеристику действия антихриста, дьявола, как он делает, тогда мы знаем, как защищаться. То есть мы знаем почерк его. Да, мы знаем почерк, знаем, как защищаться. Если мы не будем вникать в это, не будем изучать, то мы не будем знать его тактику врага. Мы не будем знать, как противостоять ему. Потому что это перед нами так стоит, оно в такой параллели. То есть хитросплетенно настолько, его хитросплетения, они усугубляются? Да. Если те попытки, которые он делал, они увенчивались успехом на протяжении, и он же видит, он видит, что срабатывает. Он хитер. Да. Он очень хитер. Так. Он не мудрый, он хитер. Да. И видя то, что срабатывает, и если оно срабатывало на протяжении многих лет, значит, это можно использовать и сегодня. Ну да. Таким же методом. Те же самые повадки. Меняются его методы, но повадки те же самые. Хитер. Да. Продолжайте. Так. Ну, конечно, желаю всем в этом успеху мудрости от Бога, чтобы могли быть осторожными, внимательными, бодрствовать постоянно, как мы упоминали, вот этот день и ночь, не давать никакой паузы, не расслабиться, но чтобы он не смог одержать победу. Написано, но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую упустил. Если река, как вы говорите, это, то есть, есть разные реки, есть разные движения, учения, наставления и прочее, что может быть землей? Или это чисто аллегория? Да. В данном случае, когда мы читаем откровение, и говорится, что вот из земли вышел, или то, или то, что бы ни появилось, это символизирует, означает, из среды народа. Это значит, из среды народа вышли. То есть, из среды людей. Понятно. То есть, из среды людей, вот это, что вы говорите, вот это помощь. И написано, и даже 17 стих. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Мы понимаем, от семени ее, с прочими от семени ее, это церковь, это народ Божий, сохранивший в заповеди Божьей и имевший свидетельство Иисуса Христа. Да. И видите, это уже речь идет о том, что когда он будет обольщать то же самое, на брань против Христа, потому что он, конечно, заинтересован в этом, чтобы победить их, и именно вступить с ними в эту брань, с прочими от семени ее. То есть, значит, какая-то часть есть на его стороне, это уже прочие, другие. Оказывается, кто-то даже из семени его, но склонился на эту приманку. Как-то рыбка пошел, клюнул. Когда он будет проводить это обольщение, когда он проводит, клюнул на это, то вот тот и попался в его команду. Но есть те, которые, как вы прочитали здесь у нас МСЕ, сохраняющие заповеди, значит, есть несохраняющие. Есть те, которые сохранили этот устав Божий, они следуют этому, живут, они верные. Вот таких он и преследует. Скажите, некоторые из наших соотечественников, наших зрителей многих, которые придерживаются заповеди соблюдения субботы, они ссылаются на этот 17 стих относительно того, что это... Да. О соблюдении субботы. Да, я это мысли допустил, что могут люди думать о том, что это касается именно субботы. Давайте вспомним, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, то есть Колоссианам, вторая глава. Да. Колоссианам, вторая глава, 13 стиха и ниже. В этом месте говорит, Христос, бывший о нас рукописание, пригвоздил ко Кресту. Что за рукописание было о нас? Кто его писал? Моисей, когда Бог диктовал, принял это от Бога и передал дальше народу. И вот то, что было дано от Бога для народа тогда, и все так дружно кричали, что мы исполним это, Бог видел, что люди не могут по этому требованию, правилу, дальше дойти и быть спасенными. Все, которые кричали, все оказалось погибли в прохождении пустыни. Все они не смогли войти в землю хранскую. Бог посылает Сына и говорит, отменил старое, постановил новое, а то пригвоздил ко Кресту. И дальше, даже там ниже, говорит, пусть уже никто не осуждает вас. Никакой праздники и включает там даже слово и субботу, и за субботу. Пусть уже никто не осуждает. То есть, вот эту грань Бог снял. Мы должны принадлежать, мы должны почитать Бога и не только в субботу, не только в понедельник, каждый день, постоянно, все время. Как относительно того, что хотя для народа еще остается субботство? Как вы понимаете это место? Я имею в виду, что это именно остается не в нашем календаре, вот это буквально, что я говорю, что вот в это время все, я принадлежу, а завтра все, я могу делать, что я хочу. А субботство, это как покой? Это как... именно в этот день приносится значит Богу как хвала, поклонение, это был седьмой день, как вот мы делаем, скажем, воскресенье, мы поклоняемся Богу, мы славим, мы почитаем, то мы должны вот эту атмосферу, принцип такого отношения с Богом мы должны сохранять всегда. То есть отношение это с Богом, оно остается, сохраняется, мы должны, это остается, именно связь отношений с Богом. Не в календарном смысле слова остается для меня, что именно этот день или тот день. Если даже так взять более подробнее, то по солнечным часам, которые сейчас отсчитывают, так сказать, нашу жизнь, календарь сбит сейчас примерно на 14 дней. И мы не знаем правильным толком перед Богом, если так скажем, тот, который смотрит, как мы ведем календарь, и мы будем утверждать, что сегодня четверг, а на самом деле это не четверг. И Бог видит, что, эй, люди, Петр, там, Гриша, Миша, ты ошибся, сегодня не четверг, сегодня вторник, а ты утверждаешь мне, что четверг. По моему календарю Господь говорит, сегодня вторник. И Бог смотрит, ну сегодня суббота, если так сказать, буквально, в смысле. Конечно. И Он скажет, да, сегодня суббота, а ты что делаешь? Но, Бог, этот календарь не это имеет в виду во внимание, но это подразумевается именно, что мы понимаем, мы должны жить в таком состоянии. Поклонение, словословие, общение, соединение союза с Богом. И должно быть покой в Боге. Для народа остается вот сокрыться, упокоиться в Боге, найти для этого воскресный день, это общепризнанный, прекрасно. Находишь субботу, чудесно. Можешь каждый день позволить себе, не работаешь. Живи в этом, находись хоть каждые круглые сутки. Да, да, я тоже так понимаю. Мы окружены этими днями, которые даны от Бога, семь дней, вот человек окружен этими днями. Суббота, один день, это мое отношение с Богом, связь, поклонение, да? А понедельник, торник, среда, трудовые дни, где мы работаем. Смотрите, сколько дней вокруг меня, где я окружен разными задачами бытового характера. Да. И вот тут, когда говорит, что субботство должно быть, то есть, именно вот это отношение к Богу, оно не должно быть заглушено этими вопросами, этими проблемами. Не заглушить того моего состояния общения с Богом. даже при том, что это тот один был день, то вот именно и все эти дни, они должны быть в таком же направлении. Если я использую этот день или тот, все равно я должен быть в таком соединении, таком чувстве. Нам осталось пять минут буквально. Знаете, мы сегодня не перейдем к 13 главе, к 13. Дьявол, он имеет два зверя, это Антихриста и Дракона. Мы, наверное, 13 главу последующих наших беседок с вами, так сказать, все-таки пройдем. Некую преамбулу вы можете дать, вот мы скажем, вот на перске морском я стал, Иоанн увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. Это интересно, кто-то говорит семь голов, то есть ссылается на Ветхий Завет, ссылается на Римскую Империю, десять правлений, которая предшествовала и прочее. Что вы скажете на это? Да, это если рассматривать откровение, то символизирует царей, символизирует силу. Когда мы говорим о звере с этими рогами, то это символизирует силу. рога имели силу для того, чтобы побеждать другого. То есть это символизирует объединение силы. И именно с этими головами, то есть каждая голова имеет мудрость, а уже семь месяцев, как люди говорили когда-то, одна голова хорошо, а две лучше. А тут получается семь вместе объединились, то есть семь царей, семь стран, семь правительств. Да, я к такому тоже готов описать зверя полностью вот это, что он А почему подобен Барсу? то есть это тоже его символизирует страну. Каждый зверь, тут когда говорится зверь, его тело разделяется и сравнивается с зверями, то есть страна, которая насколько правила, насколько имела силу. Так как Барс, так как медведь, которая какую силу имела, и она правила в те годы, если что скажу, в следующий раз даже по годам, я это подготовил, я всегда так говорю, рассказываю, какая страна, какие годы правила, и вот почему она сравнивалась с Барсом, та, с медведем и так дальше. Это были сравнения страны, управляющей тогда, в то время. Пастор Петр, у нас осталось несколько минут, вот то, что на сердце у вас, как пожелание, потому что нас смотрят и старшие, и молодые, и пожилые, и кто-то вообще юный из русскоязычных, что важно на сердце? Ну, я бы сказал так, хотя мы живем в это последнее время, кажется, такой успех, все, технический прогресс, мы имеем такие хорошие условия, при этом все же мы сталкиваемся с очень многими опасностями, которые могут нас захлебнуть, затянуть и отвлечь от того, чтобы мы оставались в такой связи с мнением с Богом. Желаю всем всегда сохранять это единство в Боге, единство с Богом в Духе Святом, а это значит сохранять с Ним отношения, диалог, коммуникейшн этот, а это значит диалог, когда Он мне говорит, а я слышу, когда я говорю, Он меня слышит. Вот сохранять такое единство с Богом всегда, хоть старый, хоть молодой, где бы ты ни был, сохранять вот этот коммуникейшн с Богом, общаться с Ним, говори Ему, Бог будет тебе говорить, а от Него принимай голос. Это голос поучительный, голос наставляющий, как быть в той или иной ситуации, в любом положении, хотя приближается трудное время, но если мы будем слушать нашего Учителя, наставника, Спасителя, то Он будет нам давать Своё Слово, которое послужит нам к избавлению и к спасению. Желаю всем успехов, благословений. И мы, наверное, совершим молитву, будет к месту, и уместно совершить молитву просто, чтобы вы совершили молитву, вот у вас есть объектив, благословили наших зрителей, то есть, чтобы действительно Божья мудрость и относительно нашей тематики, чтобы Его откровение, ни что-то побочное, ни что-то услышанное, где-то скопированное откуда-то, с телевизора взято каких-то учителей, но действительно Божье Слово учило. Да благословит Господь. Пожалуйста, помолимся. Господи. Отец наш Небесный, предвеличим Твоим, слоняем голову и сердца, выражаем Тебе, Господь, благодарность за то, что Ты есть наш добрый, любящий Бог и пастор. Поздарим Тебя, что Ты нам подарил эту жизнь и эти условия, Господи, в которых мы живем, за все благодарны Тебе, все, что мы имеем, чем мы пользуемся, и среда, в которой мы живем, все это из Твоей руки. Благодарим Тебя за все, да будешь Ты прославлен. Господи. Но при всем этом и сегодня дьявол старается действовать, атаковать, посылая свои, Господь, воды, которые приносят губительство, отступление. Мы просим Тебя, Господь, наделяй всех мудростью Твоей, чтобы всегда могли руководствоваться Словом Твоим, чтобы Слово Твое, Библия, чтобы это было этой инструкцией в нашей жизни, чтобы мы правильно могли ориентироваться, правильно принимать решения, дорожить временем, для того, чтобы мы были всегда готовы для той славной встречи, которая впереди. Помоги всем, Господи, надели силой Тебя, мудростью Твоей, помоги остаться всем верными Тебе до последнего дыхания. Да будешь Ты прославлен в нашей жизни, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Петр Иванович, спасибо большое. Бог да благослови. Снова и снова будем встречаться. Не пропускайте программу влияния. Помните, Иисус Христос любит вас велико. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте» и будьте благословлены. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Иисус Христос